Зной и засуха – два главных врага кыргызстанских фермеров. Воды для полива не хватает. Где-то засыхает кукуруза, где-то гибнут помидоры. Первыми в список пострадавших попали многолетние травы. Их выращивают для корма животных. В водном хозяйстве страны признают, крестьянам, чьи поля поливаются из рек Талас и Чу, воды не додают на 10%. Рассчитывали нагнать недостающие объемы в последние недели лета. Но погода внесла свои корректировки. Пять-шесть дней как похолодало. Во всех горных сточках у нас объем воды уменьшился. Если было 20 кубов, сейчас на сегодняшний день идет 12 кубов. Мы распределяем все, что у нас есть. В Ортутокольское водохранилище в этом году была нагрузка на Ортутокольское водохранилище. В мае месяце у нас водность была в четыре раза меньше. Поэтому приходилось закрывать все наши вопросы с помощью Ортутокольское водохранилище. Больше воды мы подавали. В июне у нас водность увеличилась, мы опять Ортутокольское водохранилище. Потом в конце июня опять водность уменьшилась, мы Ортутокольское водохранилище в конце июля месяца тоже было сработано. Сейчас работает живым стоком. То есть поступает у нас сколько воды, столько же мы подаем нашим фермерам. Несмотря на дефицит воды, Кыргызстан полностью выполнил все договоренности, достигнутые ранее с Казахстаном. Оговоренный в начале поливного сезона объем в 3,5 миллиона кубометров воды соседям отдали. Причем сделали это с опережением графика. Поэтому подачу воды Казахстану с 4 августа прекратили. Казахская сторона изъявила желание получить воду чуть раньше, свой лимит. У нас есть Кировское водохранилище, есть определенный объем воды. Есть лимит Казахская сторона, есть наш лимит. И они попросили о том, чтобы до начала августа всю воду забрать. Два дня мы здесь обсуждали, мы им предложили, может быть вы не будете все забирать, может быть хотя бы до сентября будете брать. Они сказали, нет, у нас такая ситуация сложилась, поэтому мы хотим раньше забрать. Хорошо, мы согласились, так как в 21 году у них опыт уже был, они эту воду забрали. 4 августа у них был уже свой лимит исчерпан. Единственное у нас было договоренность, если вдруг приточность реки Талас увеличится в Кировской водохранилище, то мы рассмотрим дополнительную длину воды. Но на сегодняшний день, до сегодняшнего дня у нас приточность по Таласу, ну почти ее нет. Там о том, что мы прекратили поставку воды, ну там что там поставлять, если ее нету там. Все, что было, мы уже отдали. По Кировскому водохранилищу мы накопили 440 миллионов. Примерно, я могу сказать, больше 300 миллионов казахская сторона получила. Мы сколько накопили, еще у нас есть приток Кировского водохранилища. С учетом притока мы даем им больше воды. Но дело в том, что в этом году, видели ли у нас, Таласской и Чуйской области пострадали. Водность по Таласу очень низкая была. Кыргызстан – единственная страна Центральной Азии, на территории которой формируется большая часть стоков воды. Так как же так получилось, что государство, которое по сути снабжает водой весь регион, само столкнулось с ее дефицитом. Первая причина, конечно же, климатическая. Причем, свойственна она не только нам. Страны Центральной Азии по критериям уязвимости климата и наличию воды и водообеспеченности относятся к одним из самых уязвимых. При достаточно большом приросте населения страны региона все еще пользуются старыми технологиями водопользования – полива сельхозугодия, орошения земель, при которых огромное количество воды теряется и просто не доходит до места назначения. У нас тоже должно быть очень большее водохранилище. Мы должны охранять, копить воду зимой, дождевую воду собирать, полностью перейти на капельное расширение. То есть каждая капля воды, она должна быть, она ценна на самом деле. Вот по прогнозам американского института исследования, к 30-му году половина планеты будут испытывать недостаток воды, к 40-му году будут войны, к 40-му году вода будет стоить больше, чем нефть. Это сейчас уже есть. Вот в Европе, если вы были, литр воды, если стоит 4 евро, а литр бензина – 1,5 евро. Понимаете? И к 50-му году, к сожалению, за водные ресурсы будут войны. О том, что в Кыргызстане слабо развита культура пользования водой, говорят не только экологи. Службе водного хозяйства страны признают наши фермеры и сотрудники Аилу Кмуту, которые на местах отвечают за распределение воды, часто не имеют представления, как правильно разделить ее между сельхозугодиями. Вот, допустим, у нас Нижнечуйский, у нас сам директор АВП вышел в интернет, что воды там не хватает, кукуруза сухнет. Я вот ребятам всем говорю, я отправил ребят съездить, посмотреть, в чем дело. Приезжает, у него нет плана. То есть он поливает, в первую очередь, многолетнюю траву, когда надо поливать, в первую очередь, кукурузу. Кукуруза здесь сохнет, а у того многолетка уже там полтора метра. Зачем поливать сейчас многолетнюю траву, когда у нас кукурузу полить, потом поливать многолетнюю траву. То есть очередность должна быть правильная. Он не специалист, он там другой профессии человек. Мы же воду подаем, многие фермеры думают, что мы воду им даем. Нет, мы воду подаем до границ наших Аилу Кмуту, а там уже распределяют наши ассоциации водопользователей. Подобная ситуация сложилась в стране и в сфере сбережения воды. Как выяснилось, не всегда есть четкое понимание, зачем нужны резервуары. Накопившуюся воду тратят моментально. Нет и понимания того, какие культуры на каких землях можно сажать, а какие не стоит. Если у нас были багарные земли, которые, допустим, мы обеспечивали за счет осадков только. Сейчас у нас люди устанавливают насосы и поливают багарные земли. Тоже проблема. В Чуйской области мы примерно считали, что больше 45 тысяч багарных земель уже поливают. Допустим, выше каналов они насосами поливают. Хорошо, поливали бы зерновые. У нас есть места, где сахарную стеклу уже сажают. Не только кукурузу. Конечно, здесь отключение идет тоже. Поэтому нет планового ведения хозяйства. То есть все понятно, что людям что выгодно, то и будет сажать. Кукуруза, еще раз повторю, сахарная стекла увеличивается каждым годом. А клубника вообще требует. В неделю два раза поливать надо. У нас есть вот тунгуч, харач, гач. Там вообще зерновые сели раньше, сажали. И то воды всегда здесь не хватало. Последние 4-5 лет уже сажают полностью. Клубнику уже посадили. Большая проблема для нас была. В этом году мы пришлось даже не с бычика, а саламидина давать. То есть источник мы уже меняем. Вынуждены, потому что мы их не можем обеспечить. Следить за правильным использованием воды на полях в Кыргызстане теперь будет техника. В лабораториях НИИ и регации разработали прибор, который позволит вести верный, а самое главное – доскональный учет воды. Эти приборы в качестве пилотного проекта с 18 августа начнут внедрять на все водные объекты Чуйской области. Я держу прибор, который измеряет уровень воды в каналах. Называется он ультразвуковой уровнемер. И этот прибор осуществляет следующие функции. Он измеряет расстояние до поверхности воды. Таким образом определяется расстояние, уровень воды в канале. Этот уровень преобразуется в расход и по каналам сотовой связи через мегакомовские каналы передается это на компьютер. Таким образом мы можем в любой момент времени определить, сколько воды в настоящий момент по какому створу проходит. Эти приборы позволят определить достоверно и объективно, сколько воды реально сейчас проходит. Дело в том, что при ручных замерах, которые сейчас осуществляются, во-первых, это делается нерегулярно, во-вторых, это как всегда человеческий фактор, можно изменить показания этих самых, иногда и не бескорыстно. А приборы вмеряют объективно. В условиях дефицита любой ресурс из материальной категории выходит в политическую плоскость. По прогнозам ООН к 2030 году спрос на воду может превысить предложение на 40%, а к 2050 каждый второй человек будет испытывать дефицит воды. Поэтому эксперты отмечают, если не вести вопрос рационального использования и распределения воды в дипломатическую плоскость, то договориться мирно может и не получиться. За последние 70 лет в мире произошло 40 острых конфликтов именно из-за распределения воды. Поэтому с этого учебного года в странах Центральной Азии запускается учебная магистрская программа управления водными ресурсами «Водная дипломатия». Инициатор проекта – дипломатическая академия Крыгойской республики. Самое главное в нашем деле – это научиться рационально использовать водные ресурсы и использовать новейшие технологии, когда каждая капля будет идти на прирост продукции. И второе – необходимо научиться разговаривать друг с другом по рационализации использования водных ресурсов в нашем регионе. То, что сегодня мы используем в качестве основы по вододелению и водопользованию в регионе – это то, что было создано в 1980-х годах Советским Союзом. Ну а пока на полях Кыргызстана поливной сезон продолжается. На сельхозугодиях сейчас созревают кукуруза, помидоры, огурцы и зерно. Традиционно полив завершается в середине октября, когда уже собран весь урожай. Поэтому говорить, что из-за проблем с водой, с которыми страна столкнулась в этом году, пострадал урожай пока преждевременно. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Умурбек, «Пирамида». Субтитры создавал DimaTorzok